Я приветствую вас на телеканале Антона Семи. Это новости. Я Денис Онос. Отодвинули проблему. Природный момент. Снега выпало много зимой. Естественно, будет таять. Кто и когда вывезет горы снега из города? Контроль на глазок. На крышах активно образуются сосульки и падают вместе с шапками снега. В общем, обходить надо стороной практически каждый дом. Сколько крыш в Омске признали опасными? Поправили прицел. Все-таки опыт. Мы больше отдавали передачи вниз. И так получилось, что мы все-таки переломили в начало матча. Как омские баскетболистки сразились с москвичками? А также зачем губернатор пришел в роддом и новинки кинопроката? Управление благоустройства и управляющие компании чистят дороги. Другого варианта у них попросту нет, иначе движение бы встало в Омске. Но снег, убранный с проезжей части, складируют на обочинах. Коры снега можно увидеть по всему городу, но сильнее всего в нашу редакцию жаловались жители микрорайона «Кристалл», где кучи снега стали уже черными. Когда и каким способом они исчезнут, сегодня выяснила Светлана Урванцева. Лучше гор снега может быть все что угодно. Ведь когда потеплит, в микрорайоне «Кристалл» может произойти наводнение. Горы снега, вот то, что вычистили, вывозить не стали, нагребли сюда и оставили. Я не знаю, как здесь весной будет, море, большая будет проблема. Я по прогнозу знаю, что весна будет ранее и быстрая, так что это все поплывет очень быстро. А машина у вас где стоит? А машина моя вот стоит. Да не, потом не доплыть будет. Проезжую часть коммунальщики действительно почистили. Кубометры снега сгребли и убрали в сторону. Как будто, когда все начнет таять, вода не польется обратно. Вывозить, наверное, нужно, но, опять же, это, наверное, какие-то дополнительные серьезные затраты. Потому что я слышал, что мэр говорил, что он какие-то бесплатные талоны даст на вывоз снега. Ну, значит, нас так не касается каким-то образом обычных там жильцов. Получается, проблему в микрорайоне не решили, а только отодвинули. Теоретически, вода могла бы уходить в ливневке. Но они здесь настолько не справляются, что каждую весну в Кристалле стоят лужи по щиколотку. Но также во всем городе, говорят многие местные жители. На удивление, мечи уже не ругаются, а смиряются с судьбой, которая неразрывно связана с резиновыми сапогами. В природный момент снега выпало много зимой. Естественно, будет таять. Дай бог, чтобы он вымораживался ночью. Будет тогда меньше воды. Естественно, это не только здесь так. Это проблема города. Но все же мы решаем узнать, будут ли в Кристалле сдвинуты горы. В этом жилом комплексе работает несколько ТСЖ и управляющих компаний. Поэтому прежде нужно выяснить, чей снег лежит на обочинах и в палисадниках. Установить, чей снег находится у жилого дома, очень просто. Для этого достаточно посмотреть на табличку у подъезда. И так мы видим, что проспект Комарова, 15, обслуживает ТСЖ «Омский Кристалл». Чтобы пообщаться с руководством, заходим. Начальство оказывается на месте. До конца марта вывезем. А если раньше все потечет? Ну, будем по погоде смотреть. Если будет сильная оттепель, тогда возможно, раньше вывезем. Остается надеяться, что кучи снега, которые обещают вывезти, не превратятся в такую же Черную гору. Ведь кажется, что она скорее растает сама, чем сдвинется с этого места. Светлана Урванцева, Виталий Двораковский, Антенна 7. Между тем, в администрации города сообщают, что 75% мест, входящих в список территории возможного подтопления, уже убрали и вывезли снег. В объемах это 655 тысяч кубических метров снега. Кроме того, каждый день промывают и очищают дождеприемные колодцы и ливневки. Результат этих работ будет виден уже очень скоро. По прогнозам синоптиков, настоящее весна в Омск придет через неделю. Поплывем, значит, не справились коммунальные службы. Ну, а если встретим тепло сухо, а мечи будут только благодарны. И еще о неминуемом атрибуте весны – сосульках. Региональная госжилинспекция упорно заставляет управляющие компании чистить снег с крыш. Об этом журналистам сегодня сообщили специалисты ведомства, когда в очередной раз вышли проверять работу обслуживающих организаций. Мои коллеги пытались проанализировать, только ли управляющие компании виноваты в нечищенных крышах. Тему продолжит Алла Аксенова. Сейчас весна и погода на улице неоднозначная. То температура воздуха опускается, то поднимается. На крышах активно образуются сосульки и падают вместе с шапками снега. В общем, обходить надо стороной практически каждый дом. Но жилищная государственная инспекция считает, что угрожающая ситуация в Омске только в 23 домах. Только в 23 домах города распознали опасную нечищенную крышу, сообщил сегодня специалист госжилинспекции Александр Новохов. Обслуживающим их организациям за нарушение уже выдали предписание. 24 предписание получит дом Алексеева 6. Здесь, на Кровле, сотрудники надзорного ведомства сегодня зафиксировали толстый слой снега и сосульки. Где располагаются остальные 23 дома, не сообщается, но этот возле областного правительства. Невольно напрашивается вопрос, действительно ли в Омске больше нет настолько заснеженных кровель, кроме как на Алексеева 6. Специалисты госжилинспекции пояснили, как они определяют опасные крыши. По визуальным признакам. То есть мы с вами, если видим, что вот здесь ряд образований, да, ледяных сосульки, они, в принципе, могут причинить вред здоровью, да, объективно. То вот за такие образования ледяные, да, мы наказываем правящую компанию. Еще один интересный факт. Предписание получили только 24 дома из трех тысяч, проверенных в Омске. И стоит ли говорить, что глаз горожанина сейчас видит куда больше домов с сосульками и снежными крышами. И обращений от МИЧ в госжилинспекцию в этом году поступило 40. Получается, что надзорное ведомство просто не успевает фиксировать все нарушения, а наказывают тех, кто попался. Нет, не тот, кто попался, а тот, кто не проводит планомерную работу по очистке кровель. Потому что работа должна проводиться в системе, да, и управляющая компания не должна допускать образование сосулек и наледей, своевременно очищая кровлю. А в системе ли проверяет глаз жилой инспекции? В системе. Как часто? Скажем так, мы проверяем это всегда, в том числе в рамках наших проверок по другим вопросам. Смотрим также вопросы образования сосулек в плане угрозы жизни и здоровья граждан. Специалисты утверждают, управляющие компании в последние годы лучше чистят крыши. И это возможно из-за ужесточения законодательства. С 2015 года за нечищенную кровлю юридическое лицо можно штрафовать на сумму больше в 6 раз, до 250 тысяч рублей. Пока управляющая компания «Жилищник-1» за дом Алексеева-6 отделается предписанием. И никакие объяснения не важны, когда дело касается плановых работ. Жильцы не хотят в тарифы включать ни чистку кровель, ни вывоз передомовой территории снежных масс. То есть, мы за это же деньги тоже платим. Даже тем же самым промышленным альпинистам, тем же наемным организациям, которые счищают снежные массы с кровли. И пока управляющие компании собирают деньги на очистку кровель, а госжилой инспекция определяет на глазок опасную крышу, а мечам на всякий случай от домов стоит держаться дальше. Алла Аксенова, Максим Мартынов, Антенна-7. Депутаты профильного комитета ЗАГСобрания сегодня проголосовали за увеличение расходов на ремонт и содержание дорог. На эти цели из бюджета дополнительно потратят 1 миллиард 100 миллионов рублей. Ранний дорожный фонд области на этот год составлял 7 миллиардов 200 миллионов рублей. Впервые столь солидные средства позволят продолжить ремонт магистрали в городе. Реконструируется дорога в Омском районе на 6-километровом участке Калинина-Новая. И завершить мостовые переходы в Устешинском районе. В Омске областные власти профинансируют ремонт 17 улиц. Причем в основном на Левобережье и в Нефтяниках. Депутат Валерий Кокорин поинтересовался, можно ли ждать еще субсидий из федерального бюджета. Программа «Безопасные дороги». А мы там еще что-то ждем. Я так понимаю, что заслуга профильного министерства. Что-то еще мы ждем. Дополнительно возможно будет распределение осуществляться. Но это будет только для распределения средств степени и не родивших регионов, которые не успели заключить с уважением. Соответственно, с них эти средства будут сниматься. И еще 100 миллионов рублей финансисты ожидают в бюджете от штрафов благодаря новым комплексам фотофиксации на дорогах. А МИЧи могут получить материнский капитал быстрее. Сроки выплаты этой социальной поддержки сократились. Так в течение месяца будут рассматривать заявления на получение денег, а перечислять их будут всего 10 дней. Раньше на эту процедуру уходило 2 месяца. Кроме того, изменился и перечень подаваемых документов. Семья, которая желает использовать мат-капитал для улучшения жилищных условий, должна подтвердить свое право на жилое помещение или земельный участок. А для этого нужно предоставить копию выписки из Единого государственного реестра прав. Если семья приняла решение направить средства материнского капитала на улучшение жилищных условий, в качестве документа, который подтверждает право собственности на жилое помещение или на земельный участок, органы ПФР принимают копию выписки из Единого государственного реестра прав, а не свидетельство о государственной регистрации права собственности, как это было раньше. Это нововведение связано с изменениями в федеральном законодательстве, в связи с которыми выдача свидетельств о государственной регистрации прав прекращена. И вместо него теперь мы принимаем и является подтверждением права собственности именно документ выписка из Единого государственного реестра прав. Данное постановление правительства Российской Федерации вступит в силу через 7 дней с момента опубликования. Накануне в роддоме побывал губернатор Румской области. К молодым мамам, у которых в ночь на 8 марта родились малыши, Виктор Назаров приехал не с пустыми руками. Букетом цветов дело не ограничилось. Счастливым женщинам вручили сертификаты на 20 тысяч рублей. В пятом роддоме, куда и наведался губернатор, в праздничный день на свет появились мальчик и девочка. Всего же в этот день в Омске родилось 8 малышей. Поздравление Виктор Назаров закончил пожеланием не откладывать надолго, а уже сейчас задуматься о планировании следующего ребенка. Это, конечно, был очень такой сюрприз. Не знала ничего. Просто сама пошла, а тут говорят, что будет губернатор. Конечно, очень приятно вообще. Как бы неожиданно. Все приданное, потому что ничего не приобретали еще. Поэтому все, что нужно, все возьмем для нее только. Мы, безусловно, следим за тем, чтобы сохранить рождаемость в регионе и создать хорошие условия для того, чтобы наши женщины могли рожать в хороших, достойных условиях. И в том числе это та программа, которую мы сегодня сохранили. Это не только сохранили материнский капитал региональный, в дополнение к федеральному, и сохранили индексацию. В кинотеатрах сегодня происходит пробуждение Кинг-Конга. Обо всех новинках этой недели в нашей еженедельной рубрике. Это научная экспедиция. Забросить их туда, потом забрать. Действие фильма переносит зрителя в 70-е годы прошлого века. На неизвестный остров в Тихом океане попадает команда ученых, военных и искателей приключений. Они вторгаются во владение могучего Конга и тем самым развязывают сражения между человеком и природой. Не стоит врываться в чужой дом, если не готов к бою. Перед вами монстр из эпохи, канувший в лету. Очень скоро исследовательская миссия превращается в игру на выживание. Ее участники вынуждены буквально прорубать себе путь ко спасению. Также в афише кинопремьер этой недели вторая часть фильма «На игле». Драма с Шайл Абафом в главной роли «Война». А еще можно увидеть незабываемые приключения в самом романтичном городе мира вместе с Одри Телту в фильме «Ночь в Париже». Денис Уонас, Антенна 7. Большие обезьяны буянят в кино, а омские медведи выходят из спячки. Первыми проснулись большереченские мишки. Работники зоопарка заметили – в домиках стала исчезать еда. В течение недели животные набирали сил после длительного сна. А сегодня впервые вышли из своих берлог. Всего проснулись четыре медведя – барибал, бурый и два гималайских. Проснулись у нас четыре медведя пока что всего лишь. Это два гималайских уссурийских, барибал один и бурый медведь. Остальные еще пока что спят, потому что холодно, в общем-то, довольно-таки. У нас есть одна медведица, она вообще Соня. Она раньше всех засыпает и позже всех встает. Она может до середины апреля спать. Баскетболистки «Нефтяненко» сыграли два матча с клубом «Динамо-2» из Москвы. Первый завершился уверенной победой нашей команды – 75-68. Во втором же соперницы попытались взять реванш. Но наши девушки приняли вызов. Быстрые атаки, стремительные комбинации. «Нефтяник» продолжает спор за третье место в регулярном чемпионате. Наши девушки изобретательнее на старте матча. Броски с разных дистанций упопадать получалось через раз. Московские баскетболистки воспользовались этим моментом. Сумели зацепиться за игру. «Нефтяник» с трудом выиграл первую четверть – 14-13. Все-таки опыт. Мы больше отдавали передачи вниз. И так получилось, что мы все-таки переломили в начало матча. Скоростной баскетбол. Атаки сходу. Москвички вырвались вперед. 14-17. Нашим девушкам пришлось отыгрываться. Роль лидера взяла на себя капитан «Нефтяника» Алена Базинская. Перехват и гол в отрыве. Следом точной трехочковой. 20-17. Напряжение было в том, что забить как бы не могли. И еще туда-сюда падал. И за счет защиты, за счет перехватов быстрой игры забили. Потом уверенно сыграли в нападении. Где-то я взяла игру на себя. Соперничество мяч-мяч. Жесткие единоборства, нервы, много промахов. 26-26. Две результативные атаки «Нефтяника» под занавес второй четверти. 31-26. Сейчас нашей команде нужны победы, очки. Эта ответственность немножко поддавливает. Ну, мяч вот то прокрутится, то в дужку попадет. Но я думаю, после перерыва девчонки соберутся. Наши баскетболистки поправили прицел. Цепкая защита, быстрый выход в атаку, молниеносные передачи, открывания. Три точных броска Виктории Ядамахи, два Елены Ёлгиной. Нефтяник Павел 44-33. Начали защищаться хорошо. И от этого пошла уверенность, пошли на подбор. От этого уверенность в броске. И мы бросали, попадали. Результативный баскетбол. Обе команды блеснули в атаке. Наши девушки продолжали хорошо комбинировать. И забили два трехочковых броска. Соперницы сыграли в быстрый пас. Голевая перестрелка на финише матча. А мячки точнее соперниц. И нефтяник победил 68-51. Следующие два матча домашней серии баскетболистки нефтяника проведут 11 и 12 марта. Наши девушки сыграют с клубом «Ника» из Сыктывкара. Владимир Истомин, Максим Мартынов. Антенна 7. Стремительные перемещения и молниеносные удары. 180 омских каратистов состязались в 13-м областном турнире памяти Николая Бойко. Юного спортсмена, погибшего от рук преступников. На финальной части соревнований побывал мой коллега Владимир Истомин. Быстрое обманное движение, смена стоек, просчет дистанции, взрыв и скоростная атака. В таком стиле действовал Иван Курамшин. Самый техничный спортсмен турнира в возрастной категории 8-9 лет. Динамичные атаки, высокие удары ногами, постоянное опережение соперников. Уверенная победа в финальном поединке 7-2. Я действовал в разнообразных техниках и бил разные удары. Например, задней ногой высокий удар в голову. Он у меня хорошо получался, потому что соперники налетали на меня и не видели мою заднюю ногу. Еще у меня получалось бить передней рукой в голову, потому что я был скоростной и подвижной. И они не замечали этого. Вячеслав Фильчиков выиграл на характере. Спортсмен быстро принимал решения в сложных ситуациях, смело атаковал любого противника. Когда я стал олимпийским видом спорта, я принимаю больше тактик и быстрее противника наношу удары. Я больше двигался, чем противник и наносил удары. В финале я нанес прямой удар рукой, мне засчитали балл и я выиграл. Первое место занял. Волевые победы – особенность наших каратистов. Николай Буйко также отличался высоким спортивным духом. По словам отца спортсмена, новое поколение омских каратистов старается действовать в том же ключе. Сражаться, совершенствоваться, преодолевать трудности, стремиться к высоким результатам. Караты – это действительно тот вид спорта, который заставляет думать. Прежде чем нанести либо удар, либо сделать какую-то защиту, ребенок прежде всего вырабатывает внутри себя тот алгоритм, который позволяет ему победить или двинуться вперед. Я хочу сказать, что караты – это действительно удел сильных, смелых, сноровистых ребят. Высокие скорости в состязании девушек. Динамика, темп, точные удары. Хорошую технику продемонстрировали все участницы соревнования. Победили сильнейшие. Я занимаюсь каратой два года. Мне очень нравится в тридцепоте. Сегодня я атаковала руками. Особенно у меня получалось по прямой. Еще я атаковала ногами. У меня будет это ногами получать все лучше и лучше. Следующее соревнование омских каратистов буквально через неделю. Наши спортсмены выступят в Кубке России. Турнир пройдет в Москве и на первенстве Сибирского федерального округа в Барнауле. Владимир Истомин, Виталий Двораковский. Антенна 7. На сегодня это все новости. Увидимся. Фестиваль «Звезды дискотек 90-х» 16 марта в Омском цирке. Справки по телефону 38 55 54. Администрация города Омска представляет. Финальные соревнования 16-й городской спартакиады «Спортивный город». В программе праздника мини-футбол, шахматы, перетягивания каната, веселые старты и соревнования семейных команд. Торжественное открытие 11 марта в 13.00. Лицей номер 25, улица Олимпийская, 7А. Торжественное открытие 11 марта в 13.00. 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 Торжественное открытие 11 марта в 13.00.